Мы сейчас с вами закладываем определенную основу для вообще разговора о каноничности, вот богословскую и практическую основу. Это пока два тезиса, но первый сейчас мы будем развивать буквально в следующем слайде. Итак, мы с вами сказали, что каноничность определяется Богом. Ну, конечно, все хорошо, но каким образом? То есть пока вот этот первый тезис, он, в общем-то, звучит как некое общее утверждение, но как Бог определяет каноничность, а потом также как же люди находят, как люди видят вот эту самую каноничность. Каким же образом Бог определил каноничность книги? Во-первых, Он определил ее через пророческую природу книги. Помните, мы с вами писали, читали 2-го послания Петра, 1-я глава с 19 по 21 стихи. Мы с вами не будем сейчас этот текст перечитывать просто потому, что он вам известен, но помните, что пророки писали не по своему желанию, не по своему разумению, а потому что Бог их к этому направлял. Если подумать о том, кто были авторы библейских книг, то эти люди были либо божьими пророками, либо приближенными к божьим пророкам. Я использую слово пророки здесь в широком смысле, таким образом, что и апостолы, в общем-то, тоже пророки, потому что они прорекают, провозглашают Божью истину. В Новозаветные времена была масса подделок. Был, например, Евангелие от Фомы. Был, например, Евангелие от Петра. Вот была книга «Деяния Павла и Феклы». То есть много чего интересного было из книг различных. И один из вопросов, который задавался, звучал так. «Действительно ли Фома написал это Евангелие?» И ранняя церковь приходила к выводу о том, что нет. Это кто-то другой написал Евангелие, потому что по содержанию оно явно написано уже во II веке, или через 100 после Фомы. Значит, гипотеза о том, что это Евангелие действительно от Фомы не проходит. Оно, конечно, было забавным. Оно, конечно, было интересным. Может быть, в чем-то даже полезным, хотя вряд ли. Или «Деяния Павла и Феклы», в общем-то, некоторые тоже интересные моменты содержали. Но по авторству книги не проходили никаких тестов. Соответственно, каноничными они быть признаны не могли. То есть автор должен быть пророком или близким человеком. Тут нужно понять также, что ценность книги определяется ее каноничностью, а не наоборот. То есть книга сначала канонична, а потом ценна, а не сначала ценна, а потом канонична. Книга ценна, потому что она канонична. Но не наоборот. Не книга канонична, потому что она имеет ценность. Я понимаю, что здесь для некоторых из вас может быть сложно. Думаю, что многим из нас, христиан, были бы полезны такие курсы, как, например, «Формальная логика», которые дают инструменты для мышления, для организации мышления. Для того, чтобы понять, что далеко не всегда, меняя понятие местами, мы получаем одинаковые выражения. Ну, например, «Я вижу все, что ем, и я ем все, что вижу», это совершенно не одно и то же. Вот, да, или «Бог есть любовь, и любовь есть Бог», это совершенно не одно и то же. Вот здесь в нашем примере причина и следствие. Причина – книга канонична, то есть вдохновлена Богом, и следствие. Поэтому, по этой причине, книга – цена. Вот, но, опять-таки, это пока общие моменты. А теперь мы подходим, собственно говоря, к сути. По каким критериям ранняя церковь или ранний Израиль определяли, является ли эта книга каноничной? Начиная разговор об этих критериях, я должен сделать две оговорки. Во-первых, не существует раннего документа, в котором бы эти критерии были представлены вот таким списком раннего документа, где написано было бы на греческом или на еврейском языке. Вот так мы будем определять каноничность книги. Для, скажем, избрания пасторов, пресвитеров, старейшин такие критерии есть. Например, в первом послании к Тимофею, послании к Титу. А вот для каноничности книг таких критериев нет. Есть размышления людей, которые об этих книгах когда-то писали и ставили эти вопросы. И есть обобщение уже современных ученых, пытающихся посмотреть, на каком основании то или иное решение принималось. Это первая оговорка. Вторая оговорка. Не было никакого общего собрания верующих, на котором проходило бы голосование по тем или иным вопросам. Был, конечно, поместный церковный собор или совет, как хотите, в 393 году в Гиппоне, где Августин активно участвовал. Был поместный совет в Карфагене в 397 году, на котором Августин даже председательствовал. Был список Афанасия Великого. Но это не было вообще церковное какое-то голосование. Это было подтверждение того, что уже имело место на данный момент. И все-таки, основываясь на том, что люди говорили, что люди писали, какие вопросы они перед собой ставили, мы можем несколько критериев сформулировать. И вот первый критерий, на самом деле самый важный. «Написана ли книга Божьим пророком или человеком, близким к пророкам?» А, понимаете, если этот критерий не выдерживается, то никаких причин, никаких оснований на каноничность книга не имеет. Вот одним первым критерием многие книги отсекаются. Давайте прочитаем стих, который здесь упомянут, послание к Ефесиным. Вторая глава, 20 стих, пожалуйста. «Бы вытверждены на основании апостолов, пророков, имея самого Иисуса Христа креугольным камнем». Значит, апостолы и пророки находятся в основании церкви, в которой Иисус креугольный камень. Значит, книга для того, чтобы попасть в канон, должна быть пророческой, должна быть написана апостолами или пророками. С Ветхим Советом, на самом деле, все проще. Моисей признавался первым и высшим из пророков, поэтому с Пятикнижием проблем не было никогда и никаких. Дальше идем. Иисус Новин также стал преемником Моисея. Он дальше вел израильский народ. Тут нужно, правда, оговориться. Вы помните, что в книге «Второзаконие» описано некое событие из жизни Моисея, которое он сам никак уж не мог описать. Какое событие из жизни Моисея описано во второзаконии, которого сам Моисей не опишет? Смерть. Это смерть Моисея. Совершенно верно. Это смерть Моисея. Кстати говоря, вот здесь различие между фундаменталистским подходом, не случайно мы с вами, но о них говорили в самом начале, и подходом консервативных евангельских христиан. Фундаменталисты объяснят это следующим образом. Они скажут, что Бог управлял пером Моисея, и он направил его так, чтобы он, Моисей, написал заранее и описал свою смерть. То есть это действительно писал Моисей, и поскольку Бог им управлял таким образом, Моисей описал свою смерть. Консервативные христиане, евангелические христиане скажут о том, что да, скорее всего, уже после смерти этот текст был дописан в книгу Моисея, в книгу второзакония, и Израиль это дополнение принял. Но в любом случае этот текст там есть. Значит, с Моисеем все понятно, с Иисусом Навидом также понятно. А Самуил, естественно, пророк израильский, подтвержденный, утвержденный, вообще там проблем не было никаких. Соответственно, дальше Давид, тоже проблем не было никаких. Соломон. В общем, там есть некое, то, что называется, пророческой последовательностью или пророческой преемственностью. Она начинается от Моисея, и доходит она докуда, до кого? Кто последний из ветхозаветных пророков? Малахия. Находит она до Малахии. Значит, в Ветхом Завете с этим критерием проблем не было. Там будут проблемы по другим критериям. С первым было все нормально. Вот с Новым Заветом некоторые проблемы были. Например, мы будем говорить о книге о послании Иуды. Да, кто такой Иуда и кем он был? Только ради Бога не говорите, что Иуда повесился, а потом написал послание. Или наоборот, сначала написал послание, а потом пошел Иуда удавился или повесился. Да, это другой Иуда, кем он был, кем он приходился Иисусу. Помните? Братом. Да, братом или сводным братом, если хотите, если понять, что все-таки отец-то у него был разный. Вот. И тогда вопрос, какой авторитет имел Иуда, ответ совершенно очевидный, как сводный брат или как брат по плоти Иисуса Христа, он авторитет имел очень большой, поскольку он к тому же был одним из служителей Иерусалимской Церкви. То есть тут некоторые вопросы будут, но они достаточно легко решаются. Но вот этот критерий самый важный. Без него ничего дальше, никаких дальнейших рассуждений просто быть не может. Подтверждается ли авторитет писателя или авторитет автора Божьими знамениями? То есть были ли какие-то чудеса, были ли какие-то Божьи дела, можно сказать, не Божьими знамениями, а Божьими делами? Были ли какие-то Божьи дела, которыми Бог подтвердил, что этот человек имеет авторитет? Помните, как начинает Павел некоторые свои послания, например, послание к Галатам, в посланиях к Коринфянам это присутствует, в более такой мягкой форме, в послании к кремлинам, Павел доказывает свой апостольский авторитет. Почему? Помните, как начинает апостол Павел некоторые свои послания, например, первое и второе послание к Коринфянам, послание к кремлинам, особенно послание к Галатам. Апостол Павел доказывает свой апостольский авторитет. Почему? Потому что во всех этих городах находились люди, которые говорили, слушайте, а кто такой вообще апостол Павел? Почему он апостол? Он примкнул к апостолам. Иисуса Христа в его земном служении он не видел, он воевал против Христа. Как же можно с авторитетом принимать его текст, его описание? Вот Павел рассказывает, в частности, о том, как ему явился Христос, как он получил, в послании к Галатам он об этом пишет, как он получил это благовестие не от человеков, а от самого Бога. Он рассказывает о своем призвании, он подтверждает, что он имеет право называться одним из апостолов, что Иисус призвал его к этому самому апостольскому служению. Вот эти мысли, потом эти слова апостола Павла были очень важны в связи с тем, что нужно было увидеть, действительно Бог призвал этого человека, действительно он действует через этого человека или нет. Нам с вами знакомы с современным христианским служением, церковным служением. Это также очень хорошо знакомо. Мы не призовем человека на проповедь или на пастырское служение просто потому, что он чей-то брат, сват, зять, кум и так далее. Нам надо, чтобы Бог указал на этого человека. Вот в решении вопросов каноничности задача ставилась примерно так же. «Правильно ли эта книга учит о Боге и Божьем мире? Не противоречит ли она предыдущему откровению?» Иными словами, автор этой книги, он действительно пророк или он уже пророк? И в связи с этим давайте прочитаем пару мест из второзакония, которые здесь вам названы. Это места, свидетельствующие о том, как Израилю было предписано относиться к лжепророкам. По Божьему, слово лжепророкам можно было быть только один раз. Вот служение лжепророка оканчивалось, должно было бы, по идее, оканчиваться всего одной попыткой. Дальше уже невозможно. Давайте вспомним, почему. 13 глава, с 1 по 3 стих, пожалуйста. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, «Пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей». Спасибо большое, Ирина. Смотрите, какая штука. Приходит к лжепророк, совершает чудеса или что-то предсказывает, и это предсказание сбывается. Слушайте, вообще круто, он сказал, и все сбылось. А потом он и говорит, «А, кстати говоря, вы не совсем правы, есть и другие боги, и вообще давайте мыслить широко. Ну тут, понимаете, за пределами нашей маленькой иудеи, есть и другие страны, да, у них другие религиозные моральные воззрения». Вот я перевожу то, что здесь написано, на современный язык. «Не иди за этим пророком, не служи этим богам, потому что через них вас Бог испытывает». Действительно ли вы верны Богу? Значит, даже если книга говорила истину, но при этом она призывала служить другим богам, эта книга в канон попасть не могла уж никак. И в Второзаконе, 18 глава, с 20 по 22 стих. А там ситуация, когда слово, реченное пророком, не сбывается. «Но пророку, который дерзнет говорить Моим именем, то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил, если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово. «Но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». Да, значит, и вот это совершенно такой четкий критерий, сбудется или не сбудется. И лыжа пророков побивали камнями для того, чтобы, в общем-то, все было понятно. Во-первых, чтобы другим неповадно было, и во-вторых, чтобы у них второго шанса уже не было. Да, пожалуйста. Были же пророчества, которые сбывались намного через многие столетия. Вот, Валерий молодец. Значит, Валерий молодец. Вот почему. Мы сегодня будем говорить о книгах, которые вначале принимали, а потом, позже, по поводу этих книг, были сомнения, были вопросы. И действительно, на этом иногда вопросы и сосредотачивались. То есть, действительно ли эта книга была написана Божьим пророком. Дело вот в чем. Все-таки главным определяющим критерием был первый. Они отлично понимали, что есть пророчества, которые исполняются сразу, есть пророчества, которые исполняются частично. Вот что ты исполнишь, что ты нет. А есть пророчества на будущее. Ну, и, например, известнейшая пророческая книга «Езекииль» имела определенные проблемы попадания в канон, именно потому, что пророчества очень долго не исполнялись. Значит, а что? Пророчества на Филиппе. Ну, в частности, да. Значит, и вот там получалась такая ситуация, что ее сначала приняли, а потом, по поводу этой книги, были вопросы. Но вопросы эти, в конечном счете, решались так, так. Значит, мы понимаем, что Бог не обязан исполнить сразу все пророчества, а с другими критериями каноничными. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Как эта книга соответствует другим критериям для каноничности. И на следующем слайде еще несколько критерий. Следующий критерий очень субъективен, но он становится очевидным, когда вы почитаете книги в канон «Не вошедшие». Видна ли в книге «Божья сила»? Помните, с чем сравнивается священное писание посланник евреям? «Меча обоеду острова». Слово «острее меча обоеду острова». А в книге пророка Исаии «Слово мое не возвращается тщетно, но что делает?» Помните? «Совершает что?» Давайте прочитаем. Исаия, 55 глава, 11 стих. «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Спасибо большое, Эльвира. «Исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я его послал». Значит, Слово Божье имеет силу. Вот если вам доведется, или если будет желание почитать книги, которые в канон не попали, особенно книги новозаветного времени, вы увидите тексты, которые не производят желаемого действия. Вы увидите рассказы, забавные рассказы, а иногда и диковатые рассказы, например, о детстве Иисуса Христа. Когда Иисус в детстве играет где-то на улице, и кто-то из детей срывает растения, срывает веточку, а Иисус говорит, зачем ты ее сорвал, он говорит, ты высохнешь сейчас, как вот это растение. И вот он ему сказал, ребенок Иисус сказал другому ребенку эти слова, и этот ребенок другой тут же высох, значит, иссох. Но потом, правда, Иисусу сказали, что же ты сделал, и Иисус вернул все на прежнее место. Или другие аналогичные эпизоды, о том, как Иисус пошел в школу, ну, не было как таковой школы, а были учителя, у которых он пытался учиться, или которые его пытались учить. И он каждому из этих учителей еще в раннем-раннем детстве задавал такие вопросы, на которые учителя должны были сказать, не знаю. Иисус говорит, как же ты, не зная, сам пытаешься учить меня. Я не помню сейчас, скольких, но скольких-то учителей он умертвил, после чего, да, после чего мама ему говорит, сын, что же ты делаешь? И, собственно говоря, тогда Иисус этих самых учителей воскресил. Вы знаете, если честно, вот у меня трое детей, у нас женой трое детей, младшему из них восемь лет. А я не разрешил бы своему ребенку играть вот с таким Иисусом. Вот, понимаете, это опасно для жизни. Но там есть всегда мама-заступница, которая скажет, если что, вот, но вообще, говоря, это опасно для жизни. А уж, что касается учителей, так, ну, это, в общем-то, не только профессиональные трудности, да, и житейские, а это тоже вопрос жизни и смерти для них. Вот, а это тексты совершенно другого уровня. И читая эти тексты, вы еще больше приходите к мысли о том, сколь велика Божья сила, которая ощущается в подлинно канонических текстах. Значит, здесь нужно сделать иговорку. Есть такое понятие, как второканонические книги в Ветхом Завете. Это вот книги типа Маковейских, о которых мы уже говорили, «Премудрости», «Сираха» и так далее. Они могут быть интересны, они могут быть даже в чем-то полезны. О них мы поговорим подробнее сегодня, позже. Вот по этому критерию некоторые комментаторы говорят, что да, эти книги тоже имеют определенную силу. Но даже в них видна вот эта вторичность. Они отличаются от того, что мы привыкли видеть в новозаветном и ветхозаветном каноне. Едем дальше. «Признана ли книга Божьим народом?» Здесь есть две стадии. Первая стадия на самом деле самая важная. Первая стадия на самом деле самая важная – это первоначальное принятие. Беседуя о книгах Ветхого Завета, мы с вами увидим. Дело в том, что книги Ветхого Завета были признаны израильтянами очень рано, задолго до того, как они были официально канонизированы. Вот эта функция первоначального принятия чрезвычайно важна. Если книга не была первоначально принята, то потом в канон ее никто добавить не мог. И вторая часть, здесь это общее позднее подтверждение. Функция канонов – это функция соборов или советов – это подтверждение канона. Это подтверждение канона. Я бы хотел, чтобы мы сейчас на конкретных примерах с вами это увидели. Давайте посмотрим второзаконие, 31 главу, с 24 по 26 стихи. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона этого до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег Завета Господня, сказав, возьмите эту книгу закона и положите ее одесную ковчега Завета Господа, Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Значит так, книга закона – это что? Скорее всего, это тоже второзаконие, но возможно это все пятикнижие, ну по крайней мере исход, левит, числа второзакония точно потому, как закон Божий шел во всех, и толковался, давался во всех этих книгах, а уж в книге исход тем более 10 заповедей. Значит, где эти книги нужно было положить? Какое место ему поделилось? Ковчеги. Совершенно верно. Иисус Новин, первая глава, восьмой стих, известнейшее место. Да не отходит книга сия, совершенно верно, давайте это прочитаем. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, напоучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Спасибо. Книга закона, это собственно есть в данном случае пятикнижия. Вот Моисей умер, передается полномочия, скажем так, право ведения израильского народа от Божьего имени, передается Иисусу Новину, он становится лидером Иисуса Новина, и Бог ему говорит, чтобы эта книга не отходила от твоих уст. Даже если принять либеральный подход, согласно которому эти книги были написаны уже гораздо позже, даже в этом случае мы получаем очень раннее принятие этих книг, как фактически канонических. Помните, мы говорили, что канон это правило, это мерило, это не результат утверждения, скажем так, церковных советов, церковных соборов, а результат действия Божия. То есть, вот эти книги выполняли свою каноническую роль еще до того, как были официально призваны каноничными. Использую современный пример, который будет понятен тем из вас, кому постарше тридцати, скажем так, или, по примеру, более понятен, тем, кто постарше тридцати. В детстве у нас были разрозненные кассеты, катушки еще тогда даже, записями песен Владимира Высоцкого. В году, так, в 83-м, я познакомился с человеком, который показался мне всесовершеннейшим героем, потому что он мне сказал, ты знаешь, у меня есть все песни Высоцкого. Сколько там было, 800? Я не помню, он сказал какое-то число тогда. Я думаю, надо же, он собрал все песни Высоцкого. Уже в конце 80-х, в начале 90-х годов на пластинках тогда еще, на грамм-пластинках начали издавать полное собрание песен Высоцкого. Потом это стало появляться на компакт-дисках, в МП-3. На самом деле, сейчас полное собрание песен Высоцкого найти, ну, легко. Вот не надо быть великим героем, надо только иметь достаточно быстрое подключение к интернету. Смотрите, какая вещь. 70-е годы, начало 80-х годов это разрозненные песни Высоцкого, и в народе это все ходило. Потом постепенно начинают собираться полные наборы, полные подборки песен Высоцкого, и уже штамп утверждения ставится через несколько лет, когда реально начинают выходить пластинки и диски, претендующие на то, чтобы собрать все творчество Высоцкого. Вот полное собрание сочинений. Вот тоже, да, но поймите, пожалуйста, что в древние-то времена с транспортом было далеко не так хорошо, как сегодня. Да и с интернетом в древние времена было тоже далеко не так хорошо, как сегодня. Да, и с письменностью тоже. Соответственно, вот эти процессы, которые мы видели на наших с вами глазах, буквально, они происходили, а эти процессы в древности занимали гораздо больше времени. Так вот, то, о чем говорится здесь, это раннее признание. И книги эти ходили как канонические, а дальше нужно было, скажем так, одобрить и сказать, да, вот это действительно каноничные книги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова